Здравствуйте! Я Лилия Тениева, буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. Поэт в России, знаете ли вы стихи Пушкина? Об этом культ просвет. Уникальное в своем роде событие историческо-культурной сферы состоялось в нашем районе. Конференция под названием «Страница истории северо-востока Подмосковья» была проведена в районном культурном комплексе. Мероприятие объединило краеведов, историков и просто людей, неравнодушных к судьбе малой родины, к истокам ее культуры, к быту и традициям. История, которая нас объединяет, так можно сказать, о темах данной конференции. Увлекательные и не изученные до конца страницы истории, которая отражена в памятниках архитектуры, в старинных вещицах и в переплетах книг. Все это культурное наследие, передающее непосредственные сведения о жизни наших предков. Щелковский край богат различными памятниками культуры, богат своей историей. И мне хочется поблагодарить сотрудников нашего музея, которые проводят такую конференцию, поскольку я знаю, что это не очень частые события для краеведов. К нам в район по приглашению сотрудников Щелковского историко-краеведческого музея. При поддержке администрации района приехали краеведы, историки, музейные работники из других близлежащих городов, таких как Сергия, Посад, Королев. На конференции заявлено сразу несколько тем. Выступления подготовили как профессиональные исследователи, так и любители старины. Доклады подготовили весомые, увлеченно рассказывали историки и археологи об исследованиях и раскопах на территории Щелковского края. Показали наглядно, где раньше проходили дороги, где, возможно, располагались поселения, о которых мало что известно, о князьях, чьи вотчины располагались на этих землях. И, конечно, о находках, именных печатях, женских безделушках, предметах быта. Программа конференции «Страницы истории Северо-Востока Подмосковья» включала и выступления специалистов, работающих над конкретными проектами. Так, тему памятники археологии Щелковского района как ресурс культурного наследия довольно широко осветил Сергей Чернов, историк, археолог, ведущий и научный сотрудник Института археологии Иран. В своем докладе он наглядно рассказал о местах, источниках культурного наследия прошлого, о дорогах прошлых столетий, раритетных находках и именах знаменитых людей, некогда бывавших на этой территории. Протоиерей Михаил Герасимов, настоятель храма Иоанна Предтечи, городского поселения Фрянова, увлеченный исследует тему древней дороги Подмосковья, старая лесная Перелеславская дорога. Также звучали доклады на тему старинной тракты Москвы по земле Александровской. Историко-бытовые экспедиции Государственного исторического музея по текстильным городам Московской области. Работники музеев также представили свои выступления по теме организации музейной работы. Все это, несомненно, важно в общем историко-культурном контексте, ведь исследовать тему прошлых лет, традиций, исторических событий также важно, как и осознавать. Знание прошлого дает возможность уверенно строить в будущее. Туристические маршруты Щелковского района привлекают любителей посмотреть и послушать истории Подмосковной земли. На этот раз туристы решили познакомиться с достопримечательностями города Щелково. О визите расскажет культурит. Приехали посмотреть Щелково люди преклонного возраста, но непреклонного и неиссякаемого желания познавать и интересоваться. Московские гости приехали в город Щелково познакомиться с достопримечательностями. В числе таковых историко-крывический музей города, храм Святой Троицы на Пролетарском проспекте, набережная Серафима Саровского и музей военной формы. Надо отметить, что эту поездку туристы ждали с нетерпением. И вот, наконец... Наконец, сегодня, 14-го числа, у нас состоялась эта экскурсия. И, в общем, я думаю, что наши дамы останутся довольны. Активные, несмотря ни на что, люди из общества инвалидов с интересом посмотрели музейную экспозицию бабушкино наследство, которая явно пришлась им по душе. Наше общество инвалидов, вот совсем недавно мы уходили в музей Жуково, то есть на прошлый месяц мы тоже куда-то... Ну, то есть мы, во всяком случае, раза два-три в месяц точно выезжаем куда-то. Посещение музея стало первым пунктом визита. Дальше делегация отправилась в храм Святой Троицы, и тут им рассказали много интересного. Ведь этот храм отражает историю не только района, но и определенной эпохи российской истории. Храм Святой Троицы – это вообще, как говорится, что-то. Это необыкновенно совершенно. Причем нам батюшка очень интересно рассказывал, и мы слушали с большим вниманием и, в общем, удовольствием. И набережная, как говорится, я вообще, в принципе, я достаточно много везде была, но такого чуда я вообще нигде никогда не видела. Город с его новыми и старыми зданиями смотрится контрастно, что уж там скрывать. Есть еще места, которые необходимо обустраивать, и это, скорее, современные недочеты и проблемы. А что до исторических мотивов, то тут смело можно сказать. Щелкову есть чем гордиться и что показать. Все, что можно здесь посмотреть, мы с удовольствием, с большим удовольствием посетим, посмотрим. И я так думаю, что мы останемся довольны. Так что ждем новых туристов и отзывов. С рассказом о прошедших культурных событиях спешит культкурьер. День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина уже принято отмечать в нашем районе. По традиции в районном культурном комплексе собрались ценители творчества поэта. В холле организовали целую композицию. Здесь и стенды с литературой автора. По звуке оркестра пели романсы на стихи Пушкина, читали стихотворения. Песня. В Душоново прошел фолклорный фестиваль «Душоновские вечерки». Гостеприимство – одно из качеств жителей этого села. Поразительной красоты места так и навевают поэтическое настроение. Возможно, этим и руководствовались организаторы данного мероприятия. Артисты и творческие коллективы из поселений района приехали и привезли номера, песни, стихи. Конкурсная программа из-за дождя перенеслась в Дом культуры, что не помешало дальнейшему проведению фестиваля. Песня. 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 Продолжение следует... Культурно-развлекательные программы в детской зоне, интерактивные площадки, аттракционы, развлечения и мастер-классы. 3 июля, воскресенье, вас ждет постройка колонны, приветственные слова офицеров и лиц, возложения цветов на мемориале около храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Шествие парад колонн реконструкторов от храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Молебен и благословение у главной сцены фестиваля. Торжественная церемония открытия батальных реконструкций. Батальная реконструкция эпоха Гражданская война, эпоха Великой Отечественной войны. Закрытие фестиваля и награждение победителей пройдет с 15 до 16 часов. Фестиваль уже 18 лет и за эти годы он прошел серьезный путь по своему смысловому и прочему устройству. Он сформировался как удивительное такое мероприятие, при этом неформальное, но собирающее в себя усилия очень разных людей. И представляющих государство, и структуры неформальные, и общественные движения, и церковь. Вот как-то вот на этой площадке все соединилось. Ощущение от происходящего, оно, конечно, неожиданное бывает и очень убедительное для того, чтобы хотеть приехать сюда еще раз. Я всех приглашаю на наш военно-исторический фестиваль, 18-й уже по счету. Он первый в России мультифестиваль, где в одном месте, в одно время можно увидеть всю тысячелетнюю историю нашей страны, нашего народа. И он один из немногих фестивалей в Европе, который в таком формате предлагает и участникам, и зрителям это незабывающее зрелище и дает возможность в него окунуться и почувствовать себя единым целым с этой исторической нитью. Как жили наши предки, какие традиции почитали, какие предметы использовали в быту, в новой рубрике «Из века в век» мы не только расскажем о некоторых традициях старины, о предметах быта, но и покажем, как было и как есть сегодня в наше время. Будет интересно. Как хорошо придя домой, выпить чашку крепкого ароматного чая. Церемония чаепития в прежние века сильно отличалась от современной. Сегодня в процессе чаепития участвует пакетик чая и кипяток из электрического чайника. А как было раньше? Посиделки за чаем. Чаепитие – одна из старинных русских традиций. Сегодня мы расскажем, как же проходило чаепитие много лет назад и какие приборы использовали для этого замечательного времяпрепровождения. Предметы, которые характерны именно для русского чаепития, это, конечно же, самовар. Самовар кипит, уходить не велит. Непременный атрибут русского чайного стола – самовар. Самовар стал символом добра и домашнего уюта. Дети получали знания, впитывали традиции и даже учились говорить и слушать у самовара. Самовары, конечно, бывали разные. Надо понимать, что самовар появился не в России. То есть до этого самовары были в других странах. И первый самовар в России привез Петр I из Голландии. Уже наши мастера дополнили самовар, немного его видоизменили. И вот так вот появился наш русский самовар, который изготавливался на Урале, в Туле и на других заводах, на Депловине. Также чисто русским элементом чаепития является ситечка для заварочного чайника, чтобы чаинки не попадали в кружку. Еще одним интересным элементом можно обозначить вот такой вот агрегат для наголки сахарной головы. Вот такой, да? Да, сейчас эти вещи вышли из нашего быта. Мы даже не представляем, что это такое. На самом деле это сахарная голова. И таким образом выглядел первый сахар, который можно было купить. Стоил он очень дорого. Сахарная голова могла весить от 5 до 15 килограмм. Была она очень четвертой и мелкокристаллической. Такую сахарную голову хозяин семьи разрубал вот таким образом, либо большим ножом. А дальше уже сахар раскалывался щипчиками на более маленькие кусочки. Это вот то, что сегодня рафинад представлен такими маленькими, да? Это вот отголосок, наверное, вот такого. Если это дворяне-аристократы, которые пьют на английский манер, у которых есть деньги, средства на этот сахар, то этот кусочек они закладывают непосредственно в горячий чай, размешивают и пьют чай в накладку. Если это семья среднего достатка, то сахарный кусочек отправляет за щечку, гоняет ее как карамельку, запивает горячим кипятком. И это называлось «пить чай в прикуску». Я так понимаю, что хозяйка разливала чай? Обязательно хозяйка разливала чай. Давайте мне вашу чашечку. Чашечка подавалась двумя руками. И всегда за русским столом звучали слова благодарности. С тем, подаю чай, говорю, на здоровьице. А вы мне отвечаете «спасибо». Ведь слова очень часто звучали в момент русского чаяпития. Буквально пронизывали воздух, задавая такую интересную атмосферу. Обязательно подавалась в чашечке с блюдечком. Можно было пить чай и с блюдца. Так он быстрее остывал. Но это считалось дурным тоном. Ну и выглядело достаточно вульгарно. Существует и традиция завершения церемонии чайпития. В классическом варианте 18-19 века это представляло собой перевернутый вверх днем стакан или поставленную на блюдце чашку. Позже на западный манер стали класть ложечку в чашку. Чайная ложечка в пустой чашке означала то, что гость больше не хочет пить чай. Первый привезенный в московскую губернию чай приехал к нам из Китая с послом Василием Старковым. Василий Старков отправился в Китай в виде московского посла от Михаила Федоровича Романова, царя-батюшки, с подарками. А в ответ получил мешки чая. Ну а с развитием железных дорог чай стал более доступным и уже простые люди могли себе позволить чашечку чая. Готовы были потратить последние средства, последние свои сбережения на чай. Сегодня мы можем порадоваться пестрому обилию чайных сортов. Зеленые, красные, белые. Но русский народ все-таки любит черный чай. Он дорог сердцу каждого человека и остается его верным спутником. Я помню чудное мгновение. А помните ли вы стихотворение поэта Пушкина? Ну что же, давайте спросим у прохожих. Вы Пушкина любите? Пушкина? Да, Александр Сергеевич. Обожаете? А почему бы нет? Вы что-нибудь вспомните сейчас? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругу. Я помню чудные мгновения. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Поэт Полирий вдохновенный, рукой растерянный брицал. Он пел. А сладкий и надменный, кругом народ непосвященный, ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая. Зачем так звучно он поет? Напрасно. Какой он цели нас ведет? О чем бренчит? Чему нас учит? Зачем сердца? Волнует, мучает, как своенравный чародей. Как ветер? Песня его свободна. Зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней? Хватит? Солнце русской поэзии, литературный гений Александр Сергеевич Пушкин. Кажется, самые известные факты биографии поэта, сердцееда и дуэлянта известны. Потомок знаменитого полководца Ганнибала, воспитанный няней Алиной Родионовной, учился в Царско-сельском лицее, кучерявый повеса, друг декабристов, вечный оппозиционер, проводивший немало времени в ссылках, ставших весьма плодотворными в творческом плане. Писать по собственным словам начал в 13 лет. Примерно в том же возрасте проснулся интерес к женскому полу, которому посвятил не один десяток стихотворений. Ну и кроме подобных фактов, биографии, несомненно, одно. Литературный гений Пушкина, культурное достояние нашей Родины, которым мы должны гордиться. Вся творческая жизнь Александра Сергеевича делится на несколько периодов. С 1813 по 1816 годы с 1817 по 20-й жизнь в Петербурге, с 20-х по 24-й Южная ссылка, с 24-го по 26-й Михайловский, 30-е годы Болдинская осень и 1831-36 годы это творческий период. В лицейском периоде Пушкин как поэт формировался под влиянием таких мастеров художественного слова, как Державенко, Рамзин, Жуковский, Радищев, Вольтер, Руссо. Школьную молодежь очень часто интересует вопрос о том, какие произведения написал Пушкин. Итак, начнем с ранних его произведений. Патриотические вольнолюбивые настроения проявляются у Пушкина уже в раннем творчестве. Например, и таких стихов, как «Воспоминания в царском селе». Он выразил протест против крепостного права. В лицине сатирические мотивы, переплетающиеся философией Пикура. В городке тема смерти тоже начинает звучать и Пушкина уже в ранних его произведениях. Это «Желание», «Завещание», «Моя эпитафия» и «Легия», где выражается его желание умереть любя. В петербургский период он активно тянется к романтизму и имеет декабристские настроения. Ему хочется торжества свободы. Усиление вольнолюбивых настроений поэты проявляется особенно в южный период. Познакомиться с романтической стилистикой композиции можно в южных поэмах. Творчество Пушкина в Михайловский период ознаменовано созданием исторической драмы «Борис Годунов». После декабристского восстания пораженный поэт этому событию посвящает много стихов вольнолюбивого настроения. Это в Сибирь, Анчар, Орион. Идея свободы у него неразрывно связаны с любовью к Отечеству. Об этом свидетельствует знаменитое стихотворение Кчаадаеву, которое из дружеского послания превратилось в политическое. Повесть Пушкина «Капитанская дочка» отмечена исторической правдой. Он едет по местам Бугачевского восстания и самостоятельно собирает материал для своей работы. Произведение повести Белкина включает в себя пять рассказов «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель», «Гробовщик», затем «Барышня-крестьянка» и «История села Горюхина». Из произведений также нужно упомянуть поэму «Асгар», «Стихотворение блаженства», поэму «Сказка Руслана Людмила», «Повесть в стихах «Кавказский пленник», поэму «Братья-разбойники», «Крымские впечатления Пушкина» писал в знаменитой поэме «Бахчисарайский фонтан». «Встреча с цыганами» вдохновила поэта на поэму «Цыгане», написанное историческое произведение Борис Годунов, «Баллада «Утопленник», «Роман Дубровский», поэма «Медный всадник», драматическое произведение «Русалки», «Повести египетские ночи». Это, к сожалению, совершенно неполный ответ на вопрос о том, какие произведения написал Пушкин. Если бы не смертельная дуэль великого поэта, то великолепных шедевров литературы этого русского классика было бы намного больше. А по поводу знания его произведений хочется отметить. Школьная программа – это лишь малая часть великого творческого наследия. Читайте, Пушкина, с детьми вы или без, читайте, ведь его произведения «Могучий русский язык» «Наша культура». Кстати, несколько любопытных фактов. Пролог «У лукоморья, дуб зеленый, золотая цепь над обитом» в Руслане и Людмиле был написан через 8 лет после написания самой поэмы. А в Эфиопии, между прочим, стоит памятник Пушкину. Там красуется надпись нашему поэту. На сегодня это все. Культурных вам выходных и годных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова